На Рослабоне! ОК Итак, пацанчики Строещины уверены, что Жека пробился в квартал после видосов про пацанчиков Строещины. Ну, нормально. Идем дальше. Одно появление Жеки на родительском собрании своей дочери может сорвать до трех пиццоветов подряд. Ну, окей. Владимир Зеленский, Евгений Кашевой, Денис Манжосов. Странно, да, эти три в одном предложении в 2020 году? Еще раз, Жека. Владимир Зеленский, Евгений Кашевой, Денис Манжосов. Отец, Сын и Святой Дух студии Квартал 95. О, боже мой, какой кошмар, да. Класс. Автомобилисты заценят. Жека относится к немногим водителям, которые умеют разогнать Prius аж до третьей скорости. Нормально. Погнали. Олимпийское спокойствие, это когда Жека воспринял... Это как Жека воспринял новость о том, что на карантин закрылись еще и парикмахерские. Супер, прям, во всем. Приятно, приятно. 19-й год для Жеки стал, в принципе, хорошим. Количество рукопожатий до Кин Чен Ина сократилось до двух. О, боже, да. Ну, ничего, норм, норм. Жека не ездит в такси. Он не согласен с формулировкой «пассажир», потому что он не какой-то там пассажир. Ну, в натуре, Вася. Именем Жени Кашевого назван угол школы, за которым они с пацанами курили в девятом классе. Неплохо, неплохо. Курили, кстати? Ну, курили, конечно. Все у всех такое было. Угол есть там еще? Я надеюсь. Я там не был бы очень много уже, лет 15. Да, погнали дальше. Жека считает, что лучшая профилактика морщин на лице – это высунуться в люк на 5-7 секунд из его машины на скорости 150. Это мало 150. Это ты только разгон берешь? 180. Ну, значит, такое. На южном тоже. Что ты оришь, южный? Южный стоит все время. Погнали, Жека, дальше. Однажды в дневнике своей дочери Жека увидел надпись, подпись «отца в школу». И он сказал так, серьезно? Школа уже может себе такое позволить? Неплохо, неплохо. В некоторых райотделах для дознания следаки используют первую страницу Жекиного паспорта. Ну, пусть будет, пусть будет. Так, Жека, ну тут немножко мы твоих коллег. Давай. В телефоне Жеки Кашевого номер юзика записан жирным шрифтом. Ха-ха-ха, зараза. А, да? Да-да. Есть два человека, которые вносят значительный вклад в любительский украинский хоккей. Это Валера Житков, потому что Валера в хоккей играет, и Жека Кашевой, который в него не играет. Ну, хорошо, пусть будет. Есть. Замыкаемся. Давай. Узнав, что Жеку со временем примут в комсомол, комсомол сам развалился, не дожидаясь этого события. Слава Богу. Ха-ха-ха. Слава Богу. Слава Богу. На Раслабоне.